Смотрю ваши видео-ответы. За что моя вам благодарность? Я поняла, как я хочу изменить свою жизнь. Вопрос только в том, что делать для этого. Какие действия совершать? Мне всегда так удивительно слушать, что я поняла, как, точка. Но не знаю, что для этого нужно. Давайте берём банально участок земли. Он, допустим, ваш. И вам хочется построить там красивый дом, в котором вы будете жить. Наши действия до постройки дома. Значит, сначала нужно прийти к человеку, если вы, допустим, этого делать не умеете, и сделать, нарисовать, рассчитать проект. От фундамента, стены, этажность, подводки, разводки. Ну вот всю такую коммуникационную, вместе взятую, где будут комнаты так, как вам хочется, где будет веранда, где будет зимний сад, где-то ещё там будет что-то какие-то, гараж, не гараж, цокольный этаж. Много чего. И вот это является планом, который вы прямо перед собой. Вот тут у меня участок земли пусто, зеро. Вот тут я сделала проект. А вот тут этот проект воплощается в жизнь, материализуется. Так вот этот проект поэтапно нужно материализовать. Значит, нужно выкопать фундамент, нужно подвести коммуникации, нужно всё это подключить, закрутить, построить дом, крышей накрыть, там сделать чёрную, белую, серую, классную, замечательную, еврообработку, ремонт, поставить мебель, и через какой-то промежуток времени вы точно увидите, что ваше желание на этом участке земли при помощи вот этого проекта воплотилось в жизнь. Так точно, если вы точно хотите сказать или знаете, что вы хотите получить через год или через два, или через три, значит, вам нужно написать, нарисовать, создать проект конечного продукта и по запчастям его разложить, по времени и действию, одно за одним, что должно воплощаться, буквально. И неважно, машину вы хотите купить, значит, у вас должен быть красивый, достойный конверт, и вы 30% со своей зарплаты ежемесячно, что бы ни хотелось, откладываете дисциплинарно на покупку данной машины. Или там в трэд-ин сдаёте свою машину, там что-то доплачиваете, или как-то там корректируете опять-таки время. Ну всё просто. Мне очень интересно, по какой причине вы так сильно заморачиваетесь? Вот на сегодняшний момент у каждого из нас есть определённые возможности. Заработная плата, место проживания, наличие людей, которые смотрят с вами в одну сторону, которых могут, хотят и предлагают всё возможное и невозможное, чтобы с вами вместе объединить усилия и преобразовать свою жизнь, преобразовать, изменить. Тогда садитесь и прописывайте план изменений. И выполняйте ежедневно то, к чему вы идёте. Вы обязательно получите то, что вы хотите. Единственное, что план должен быть реальный для вас. Вот реальный. Крайне сложно воплощать планы, где написано, что в течение полугода нужно стать чемпионкой мира по фигурному катанию. Очень сложно. И вот таких иллюзорных, фантастичных, каких-то непонятных, нереалистичных планов, пожалуйста, не пишите. А всё остальное поэтапно, конкретно, последовательно материализуете то, что вы прописали как конечный продукт, только вы его распаковываете. Именно распаковываете. По созданию от фундамента, от сдачи машины, от накопления денег, или от закрытия чего-то, или от покупки чего-то. Значит, вы всё проясняете, находите оптимальный вариант, который соответствует вашему сегодняшнему положению денежно-финансовому. Вашему сегодняшнему положению, кто вы, где вы, какова перспектива на вашей работе, что вдруг, если что-то с этой компанией или с этим учреждением случается, значит, ваш навык стоит на сегодняшний день столько. И вы как быстро можете его реализовать, предложить и получить, адаптироваться в новой компании и получить хотя бы те же деньги, которые вы получаете сейчас на той работе, на которой работаете. Точно так же ваш супруг или близкий человек, с которым вы идёте по жизни, он вкладывает точно так же свои усилия, я понимаю, насколько это адекватно, насколько это реалистично и перспективно, тогда у вас и получится вот эта пресловутая ресурсная база, которая даст возможность или первоначального взноса, или какого-то первого пая, или наоборот это складчина какая-то, какие-то финансовые дополнительные инструменты, вы там, ну не знаю, элементарно, хотя бы там какая-то валюта или ну что-то должно быть, а знать, что хочу и не знать, как это сделать, но между этими вещами просто пропасть. Можно всю жизнь сидеть, крутить слайд красивой там какой-то умиротворённой картины, но не сделать ни одного шага, не обосновать себе, как вы это будете реализовывать. Вот наши мозги, они работают очень просто. Если вы понимаете, как это делать, вот у вас план действий есть, вы встанете и будете делать. Это называется синхронизировать все возможные ресурсы для получения вот той большой, достойной, классной цели, которую вы хотите получить через какой-то промежуток времени. Если вы ничего не делаете, всё остаётся в том же, вот именно понимании дня, вот этого сурка, спящего как-то, куда-то гуляющего, слушающего без конца советы чужие, а советы у нас, ну я сомневаюсь, оно тебе надо, ничего страшного, и так неплохо живём, да сейчас кризис, да ещё, ничего ж хорошего на самом деле-то не советую. А зачем вам советы, вам нужны специалисты. Если вы не можете сами рассчитать, если вы не можете сами нарисовать, обосновать, ну специализация не позволяет, вот допустим, как мне, мне не позволяет, я не знаю, как нарисовать, сделать, создать, начертить, рассчитать проект. Значит, я пойду на еду классного специалиста, который мне это сделает. И в зависимости от того, что я там вижу, что он мне нарисует, я буду понимать, что мне нужно делать, насколько я смогу сейчас или за этот период времени это реализовать. Вот и по жизни всё так, других здесь вариантов нет, понимаете, или обман, или подмена желания, нет, я тебя люблю, запитая, но, но ты понимаешь, там то-то-то, и начинается объяснительная база замазывания собственного, выгодного желания, для того, чтобы мне ничего не делать, и сразу на готовенькое прийти. Всё равно платить придётся. Но всегда за всё вот мы как-то оплачиваем. Хотим мы того или не хотим. Почему объясню? Да потому что никто из вас друг другу даром ничего не даст. Это данность. И нельзя рассчитывать и думать, что вот он как-то может быть, а я в ответ тишина. Нет, он точно так же сидит и думает, а может она мне в ответ что-нибудь? Или хотя бы она может как-то так потрудиться? Тогда садитесь и разговаривайте честно. Или сами воплощайте собственные мечты. Но они должны быть понятны в периоде времени, как реализационная система. Как это будет делаться? Значит, нужно искать кого-то, с кем-то, со специалистами. Не просто сидеть, чай пить, а находить специалиста, который готов и заявляет, что я это сделаю за такую сумму. У вас должна быть эта сумма в наличии. Очень всё просто. Чем проще и понятнее вы всё для себя разрисуете, объясните и напишите, тем адекватнее вы сможете воплотить любую из ваших желаний в жизнь. Если не можете написать, это просто иллюзорная мечта, которая никогда не будет вами исполнена. Но она будет душу греть в тяжёлые, кризисные времена, которые сейчас якобы есть на нашей планете или в нашей стране. Это всё иллюзия, это всё слова. У вас ситуация, у вас задача, у вас на сегодняшний момент есть ресурсная база, условия, и с этой ресурсной базой есть условия, и с тем, что вы умеете, чем вы обладаете, вы можете или начать реализовывать и понимать, что будет происходить, или остановиться и объяснить внешними факторами свою недееспособность на сегодняшний момент для реализации вашего желания. Продолжение следует...